Это индустриальные новости Видеомани. Самое интересное, что произошло во всемирной индустрии развлечений за прошедший месяц. Сегодня в выпуске. От GTA 4 к MGS 4. Второй главный проект года выходит на финишную прямую. Мировая истерия. E3 2008. Новые потери. Билл Гейтс остается в Microsoft. Конан выбрасывает GTA 4 из чартов, а создатели Fallout 3 рассказывают о коллекционном издании игры. Все это и многое другое прямо сейчас. Если в прошлом месяце вся индустрия жила новостями о GTA 4, то в этом новостные ленты ежедневно наполнялись фактами, слухами и скандалами, связанными с Metal Gear Solid 4. Самый масштабный проект Хидео Кодзимы вышел на финишную прямую. Konami до сих пор не объявила бюджет игры, но по слухам он превышает даже недавние 100 миллионов, потраченные на GTA 4. Выйдет сразу несколько коллекционных изданий для разных регионов. В Америке появилась специальная 80-гигабайтная PlayStation 3. Совсем ограниченной партией, эксклюзивно для интернет-магазина Konami, выйдет 40-гигабайтная PS3 из оружейной стали. Такая версия обойдется на 200 долларов дороже розничной, в 600 долларов. Версии консоли уже попали на eBay по рекордным ценам. Перекупщики просят за них от 900 до 10 тысяч долларов. Укомплектованы бандлы коллекционным изданием игры с фильмом о создании на блюрей-диске и контроллером DualShock 3. В Европе коллекционный MGS выйдет с большой фигуркой старого снэйка и саундтреком. Цена целых 100 евро. Вот что значит культовая игра. Не обошлось и без череды скандалов. Началось все с заявления Кодзимы о том, что несколько лет назад он переоценил возможности PlayStation 3. Бедняга думал, что та сможет показывать графику CGI-качества, одновременно с этим позволит сделать полностью разрушаемое окружение и заставить маршировать на экране тысячи солдат. Это мгновенно спровоцировало панику в игровой общественности. Все испугались, мол, MGS 4 будет не таким потрясающим, как в роликах. Хидеу мгновенно пришлось извиняться и объяснять, что, мол, во всем виновата его врожденная японская скромность и все в игре будет как в роликах, только хотелось ему намного-намного большего. Впрочем, Кодзима известный перфекционист. Даже во времена первого MGS он винил первую PlayStation в том, что та позволила ему реализовать лишь 80% задуманного. Его идеи живут всегда впереди того, что позволяют ему технологии. Другой скандал был связан напрямую с игровой прессой. Konami выдала избранным изданиям копии игры до релиза, однако разрешила публиковать рецензии с целым списком ограничений. В их число входили запреты на рассказ о количестве занимаемого игрой места на жестком диске PlayStation 3 и длительности внутриигровых роликов. Популярный американский журнал EGM принципиально отказался из-за этого публиковать рецензию на игру. Тут же по сети поползли слухи, что в MGS имеется кат-сцена длительностью до полутора часов. Тем не менее, все это не помешало другим рецензентам слиться в экстазе, восхваляя достоинства игры и отмечая небывалый ее уровень, а также отличный баланс инноваций, геймплея и сюжета, которым так славится серия. Легендарный 200-страничный еженедельник Famitsu поставил MGS 4 40 из 40. С 1986 года только семь игр удостаивались такой оценки. Многие рецензенты отмечают, что даже те, кто не знаком с запутанным сюжетом франчайза, смогут получить от истории MGS 4 огромное удовольствие. Антон же Логвинов, главный поклонник творчества Хидео Кодзимы в нашей редакции, заперся у себя в квартире и переигрывает во все части MGS, чтобы написать сценарий рассказа об истории сериала. Ждите в ближайших номерах. Сам Хидео Кодзима тем временем принимал награды и отправился в мировое турне по раздаче автографов. Первая автограф-сессия прошла в лондонском HMV, куда знаменитый режиссер, продюсер, сценарист в одном флаконе прибыл в сопровождении гениального художника Йоджи Шинкавы и актрисы Юми Текучи, игравшей Мэй Линк. Многотысячная толпа набилась в огромный гипермаркет на Оксфорд-стрит, где радостно приветствовала Хидео Кодзиму, кто-то на японском признавался в любви, кто-то просил поскорее сделать ремейк Снэтчера и Полис Наутс, классических адвенчур Хидео. В Милане на автограф-сессии сотни людей устроили настоящий флешмоб в центре города. Своими телами они выложили и на Кодзимы. Тот наблюдал за всем с балкона. Всего Хидео посетил более 10 городов по всему миру. Финальной точкой турне стал Нью-Йорк, где в ночь с 11 на 12 июня состоялась мировая премьера игры. Уже днем на Таймс-сквер выстроилась огромная очередь из тысяч поклонников МГС. Толпа постоянно скандировала лозунги, устраивала конкурсы на знания вселенной. В 12 часов двери магазина распахнулись и внутрь запустили первую партию поклонников. Некоторые не выдерживали и запрыгивали на ближайшие автомобили. Сюрпризом для всех стало появление Криса Рэндольфа, актера, озвучивавшего от окона. В первый же день было продано около полутора миллионов копий игры. Самым интересным автографом Кодзимы стала расписанная пачка сигарет. Неравнодушие Снейка к сигаретам известно давно, так что автограф получился очень даже в тему. Одновременно с премьерой в Нью-Йорке прошел еще один крупный старт и в Голливуде, где автографы раздавали Дэвид Хайтер, актер, озвучивавший Снейка, продюсера игры Кенешира и Майзуми и Рэй Пайтон, а также Патрик Зиммерман, озвучивавший Оцелота, и Карри Пайтон, сыгравший торговца оружием Дрэбина. Для миллионов игроков во всем мире это был знаменательный день. Для них закончилась не только самая грандиозная и запутанная история, закончилась целая эпоха. По сей день Хидео Кодзима остается одним из немногих авторов, кто пытается делать из игр нечто большее, чем просто развлечение на вечер. Он поднимает важные темы и пытается сделать каждую свою игру уникальной. Большая часть хитов года забудется, однако для миллионов история о Солиде Снейке на долгие годы станет самой важной и будет занимать самое видное место в коллекции. Конечно, Konami продолжит доить популярный бренд, но официально история заканчивается. Ответы на все вопросы даны, грандиозный финал перед нами. В будущем стоит ждать только спин-оффы, ремейки и притянутые за уши сиквелы. Что до нашей редакции, то мы уже прошли игру и готовим большой сюжет к следующему выпуску. Это, безусловно, лучшая игра последних лет, которая затмевает абсолютно все произведения кинематографа и видеоигровой индустрии. 33 десятки и наград вроде нашего выбора недостаточно, чтобы хоть как-то описать ее. Кардкорные поклонники МЖС найдут недостатки, но даже с их учетом это наивысшая планка, который достигала игровая индустрия когда-либо. КОНЕЦ 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 Что до наград, Хидео Кодзиму занесли в Книгу рекордов Гиннеса как создателя жанра стелс-экшенов и создателя самой популярной стелс-игры на PlayStation 2. Ждите подробный рассказ о Metal Gear Solid 4 в ближайших номерах. Ну а тем временем Electronic Arts весьма умело использовали хайп вокруг МЖС-4 для продвижения Battlefield Bad Company. Получился просто-таки шедевральный трейлер. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Во-первых, это касается экранизации Metal Gear Solid, о котором столько уже сказано То миллионная картина уже больше года находится в разработке продюсером Майклом Де Лука Участвовавшим ранее в Магноле, Американской истории X, Часи Пик и Блэйде В этом месяце активно обсуждалась кандидатура режиссера Аки Саито, правая рука Хидео Кодзимы, заявил, что Пол Томас Андерсон, режиссер оскароносной картины The Will Be Blood, известной в России как Нефть, был бы хорошим кандидатом До этого активно обсуждалась кандидатура Курта Вимера, режиссера Эквилибриума С актером на главную роль до сих пор ясности нет Ходили слухи, что Снейка может сыграть Кристиан Бейл А сам Кодзима заявил, что Виго Мортенсен был бы идеальным кандидатом Майкл Де Лука говорит, что хочет сделать картину уровня первого Робокопа и первой Матрицы Которая, если и не сможет пересказать глубокий сюжет оригинала, то как минимум передаст ощущения от него Релиз картины намечен на следующий год Сам Хидео Кодзима выступит в качестве продюсера Брюс Уиллис согласился сыграть в экранизации последней игры IO Interactive Кейн энд Линч Можете секунду подумать, кого именно сыграет старина Уиллис Но, как нам кажется, все и так ясно Лучшей кандидатуры на роль Кейна не найти А вот роль Линча, по слухам, может сыграть Билли Боб Торнтон Если так, это будет по-настоящему взрывная парочка Продюсирует картину люди, ответственные за экранизацию Хитмана А снимать кино позовут знаменитого постановщика трюков Саймона Крейна Это будет его режиссерский дебют Альфред Малина сыграет в экранизации Принца Персии Его пригласили на роль Шейха Амара, наставника Принца Главная же роль достанется Оскаровскому номинанту Джейку Гилленхолу Режиссером выступит Майк Ньювилл Постановщик Донни Браско и Гарри Поттера и Кубка огня Думаем, этот фильм не может оказаться плохим Ведь его продюсирует Джерри Брукхаймер Релиз намечен на 18 июня 2009 Ну и напоследок о неигровом кино 1 июня в 4.30 утра на студии Universal Произошел один из крупнейших пожаров в истории киноиндустрии Сгорели многие тонны декораций и километры кинопленки В частности, знаменитая площадь городского суда Из Спилберговской «Назад в будущее» А также декорации к трансформерам Человеку-пауку 2 И к новому фильму Клинта Иствуда с Анжелиной Джоли «Ченч Линк» — подкидыш Всего сгорело около 50 тысяч кинофильмов и телешоу Как заявил Рон Мэйер, президент студии Лишь по счастливой случайности Хранилище негативов не пострадало И никакого культурного урона пожар не нанес Однако студии теперь предстоит кропотливая работа По восстановлению многих фильмов Естественно, выход GTA 4 не мог обойтись без скандалов Правда, в этот раз весь процесс проходил настолько идентично предыдущим годам Что напоминал скорее рутину Даже среди представителей СМИ ругать GTA уже является дурным тоном Знаменитый ведущий топ-гир Джереми Кларксон В газете Sun выступил в защиту GTA Скоро эту игру обвинят в том, что родители начали запирать своих детей в подвалах Израиль никак не может помириться с Палестиной А англичане устраивают драки в пабах Я играл в предыдущей версии игры И у меня не возникло желания пойти и вышибить мозги проститутки Впрочем, самым массовым СМИ до мудрости ведущего Которого британцы давно хотят видеть премьером далеко Штатное пугало телеканала CNN Glenn Beck Посвятил не один выпуск своей передаче новому творению Rockstar Games Он обвинил игру, равно как и телевидение, и кино, в массовом служении Пентагону Который стремится тем самым тренировать будущих солдат Все началось еще с Первой мировой Мы посылали молодых солдат на передовую, но они не могли спустить курок Даже в виде бегущего на них врага, они не могли выстрелить Казалось бы, сложно в это поверить Но убийство себе подобных противоестественно человеческой природе Но однажды ваши личины заметили, что если мишени во время тренировок сделать в форме человеческой фигуры, то это подготавливает солдат к убийству Технологии развивались и развивали подход к тренировкам Бумажные мишени сменились видео-мишенями И вот перед нами пра-пра-дедушка видеоигр, разработанный Пентагон Также он обвинил игру в воспитывании неуважительного отношения к женщинам В Grand Theft Auto ваш сын или ваш муж или друг или кто угодно Может нанять проститутку, воспользоваться ею, а потом забить ее насмерть битой А если полицейский попытается его остановить, игрок может либо сжечь его, либо распилить его бензопилой Это развлечение Не совсем ясно, где Гленн нашел в GTA 4 бензопилу Но в прямом эфире тему с радостью подхватил главный ненавистник видеоигр Джек Томпсон Рейтинг М — это отговорка рейтинговой службы GTA 4 должна быть помечена только для взрослых И то даже взрослым в Австралии ее разрешили продавать только с изъятными сексуальными сценами Тем временем над самим Томпсоном тучи сгустились Судья Дава Танис, которая вела разбирательство о профессиональной деятельности адвоката из Майами Нашла его виновным в 27 из 31 случая несоответствия принципам коллегии адвокатов Томпсона обвиняют в бесчестии, мошенничестве и искажении фактов В 21 случае дело касается игр Rockstar, GTA, Bally и других Дисциплинарное слушание состоится в июне Популярный блок «Катаку» не оставил без внимания бредовой передачи CNN Овен Гуд решил ответить на абсурдные заявления журналистов о том Что GTA 4 не только позволяет водить машину в пьяном виде, но и учит делать это Овен решил провести эксперимент на себе Сначала он напился в GTA 4 и попытался проехать по улице Потом он выпил 6 стопорей бурбона и повторил испытания уже с трезвым героем за рулем И чтобы вы подумали, никакой разницы Вернее, есть одна Дэн Хаузер, глава Rockstar Games, видит причину нападок на индустрию видеоигр в Голливуде В интервью американскому Playboy он заявил, что игровые компании сейчас бросают вызов Голливуду И мешают интересам кинокомпаний, монополизировавших рынок развлечений Мы забираем у них аудиторию, мы бросаем им вызов Именно поэтому они ставят нам палки в колеса Но я не буду отвечать им тем же Я верю, что ваша конституция защитит нас Мы даем игрокам лишь свободу Критикам просто не нравится, что люди могут по своему желанию поступать плохо в вымышленном мире Это просто глупо В свете выхода GTA 4 пресса также стала активно обсуждать зарплаты актеров, озвучивающих игры Началось все с интервью 35-летнего Майкла Холлика, подарившего голос Нико По его словам, за 15 месяцев работы он получил всего 100 тысяч долларов А никаких роялти-контрактов не предусматривал На самом деле я очень благодарен Rockstar за возможность работать над этой игрой Еще недавно я был никем Однако тяжело смотреть, как GTA 4 зарабатывает сотни миллионов долларов Из которых ты не увидишь ни цента Дело в том, что у профсоюза актеров нет установленных правил для работы с видеоиграми И контракты обычно не предусматривают никаких отчислений после выхода игры В киноиндустрии, как мы знаем, все обстоит иначе Игровые компании наотрез отказываются что-то менять Они считают, что не стоит переоценивать значимость актеров в конечном успехе видеоигры В целом, Майкл Холлик получил свои дивиденды Теперь он стал довольно популярной личностью Его приглашают на радио и телевидение Одну из радиозаписей вы сможете найти в специальном GTA-разделе Еще одним знаменательным событием июня Стал уход Таманобу Итагаки Создателя Dead or Alive и Ninja Gaiden из Tecmo Своё решение он объяснил тем, что компания отказалась выплачивать ему оговоренные роялти за Dead or Alive 4 и другие проекты Не успела Tecmo отметить на это заявление в духе Вообще он не один над играми работал Да и, если помните, обвинялся в сексуальных домогательствах Как акции компании рухнули на 10% в течение одного дня Вот такие уроки преподносит игровая индустрия Sony заморозила два своих крупных проекта Новые Getaway и Action 8 Days По словам компании, на ближайший год линейка PS3 и так достаточно сильна И она хотела сосредоточить ресурсы на проектах Находящихся в финальной стадии производства Нам же кажется, что дело просто в не так давно вышедшем GTA 4 Который установил слишком высокую планку для игр жанра Практически все, кто разрабатывал клоны GTA Перенесли свои проекты на будущий год и даже дальше ESA, Entertainment Software Association, продолжает разваливаться на глазах На этот раз ID Software, пафосно, вместе с объявлением работ над Doom 4 Вышла из состава организации Также ассоциация была втянута в ряд скандалов Связанных с тем, что на E3 2008 Одну из лекций будет читать губернатор Техаса Рик Перри Больше всего прославившейся фразой «Все, кроме крестьян, сгорят в аду» Сама E3 2008 все больше походит на шутку Опубликованный план выставки немало рассмешил игровое сообщество Настолько, что кто-то даже нарисовал пародийный план выставки В котором, например, стенд Capcom назывался «трубой портов» Стенд Nintendo обозначался «здесь тоже вроде как игры» А место Microsoft назвали «кольцом надежды не скатиться на третье место в консольной гонке» Впрочем, Sony уже объявила, что анонсирует новые проекты на E3 Sega также не стала развеивать слухи о возможном анонсе Shenmue 3 на выставке Продолжение революционного проекта Yu Suzuki ждут уже долгие годы Однако впервые Sega не стала отрицать слухи, а просила подождать выставки В общем, поживем-увидим А теперь коротко об интересном Западная Европа вышла на второе место в мире по обороту игровой индустрии В 2007 году европейцы потратили на видеоигры 11,4 миллиарда долларов Тогда как американцы — лишь 10,7 миллиарда Азиатский рынок оценивается в 11,5 миллиардов долларов Впрочем, во многом выход на второе место обусловлен тем, что игры в Европе дороже, чем в Америке В Англии, например, почти в два раза Билл Гейтс не покинет Microsoft еще год С чем это связано, пока не сообщается Однако мы попробуем угадать Нужно же кому-то представить новое видение операционных систем компаний Игрок в Guitar Hero побил рекорд Гиннеса Сыграв знаменитую Through the Fire and the Flames от Dragonforce на Эксперте Во время 24-часового благотворительного марафона Предыдущий рекорд был побит на 10 тысяч очков с первой попытки Тем временем Activision заявили, что Guitar Hero Aerosmith не будет уникальным экспериментом В производство уже запущена аналогичная игра, посвященная группе Metallica С текущей линейкой Guitar Hero можно ознакомиться в игровых новостях Сид Мэйер стал самым титулованным разработчиком в мире Именно с таким титулом его занесли в Книгу рекордов Наряду с тонной наград за серию «Цивилизация» Он попал в Компьютерный музей Америки Музей Академии интерактивных искусств А также научный зал славы и звездную аллею игровой славы Короче, куда он только не попал Учитесь! Call of Duty 4 побил 10-миллионную отметку продаж Больше всего копий было продано на Xbox 360 Затем идет PlayStation 3 На PC игра нашла более 600 тысяч поклонников Выпущенный недавно Map Pack обрел полтора миллиона владельцев Еще раз поздравим Infinity War Они создали настоящий шедевр Антон Логвинов уже посмотрел Call of Duty 5 И делится впечатлениями в журнале Норвежскую фанком можно поздравить с удачным стартом Первую же неделю ее MMORPG Age of Conan собрала 400 тысяч подписчиков А еще через неделю количество играющих превысило 500 тысяч Это единственная MMORPG, которая смогла достигнуть таких результатов После выхода World of Warcraft Age of Conan на какое-то время даже выкинул с первого места чартов GTA 4 в Германии и Швеции Что немалое достижение Впрочем, это всего лишь из-за того, что многие уже свою GTA купили и прошли Bethesda обнародовала изображение упаковки предварительных заказов на Fallout 3 Что сказать, выглядит потрясающе Не говоря уже о небольшом саундтреке в подарок Но куда интереснее посмотреть на состав коллекционной версии одной из самых ожидаемых RPG В ланчбоксе от Vault-Tec находится фильм о создании игры Артбук с комментариями разработчиков И статуэтка VotalTec Bubblehead Коллекционное издание появится 7 октября 2008 года На этом все Продолжение темы в игровых видеоновостях Редактор субтитров А.Семкин